Валерий Стадник Валерий Стадник Валерий Стадник Валерий Стадник Валерий Стадник В последние два года Александр подрабатывал промышленным альпинистом. Тот роковой день, не предчувствуя беды, как обычно, вышел на работу, взяв снаряжение. Во время очередной уборки снега с кровли на одном из домов по улице Володарского, он не удержался и упал с крыши дома. Лавина эта была опасная, она сошла раньше. И он вместе с этой лавиной. Очевидцы, которые были внизу, было сразу даже непонятно, что летит человек. Где-то с этажа третьего, что с этой кучей снега летит человек. Но там Сталин к пяти, но приравнивают ее 6-7. После падения мужчина оказался прикованным в постели. Потерял возможность ходить и даже сидеть. Татьяна, хоть они с Александром совсем недавно женаты, не падает духом. Навещает супруга два раза в день в больнице, ухаживает за ним и хочет добиться хоть какой-то помощи от работодателя. Начальство позвонило, Гуреев связался со мной вечером, узнал, как состояние. Первые три дня он звонил, и все, потом больше нет. Трудовые отношения между Александром Варанкиным и его работодателем не были оформлены официально. Поэтому компания отказывается помогать пострадавшему. И никаких компенсаций о хречи не идет. Поэтому Татьяна Максимова обратилась за помощью в государственную инспекцию. В данном случае меня больше возмущает цинизм людей. Понимаете? То есть приглашает хозяин компании или владелец людей, не обеспечивает их ничем, пусть даже со стороны. Они у него там падают, разбиваются. И он даже не хочет оказать какую-то посильную помощь. Татьяне помогли составить исковое заявление, и она уже подала его на рассмотрение в суд. Если все-таки будет установлено, что фирма состояла в трудовых отношениях с Александром, то последуют соответствующие санкции в отношении руководителя компании. Но такое разбирательство потребует времени. А пока Татьяна со своей дочерью ждут скорейшего выздоровления отца и верят, что все еще в их жизни образуется. Что он обязательно выживет и вернется домой. Давайте с вами обсудим, как правильно быть и как правильно поступать в этой ситуации. То есть мы сейчас не можем сказать, какие там взаимоотношения были между этим человеком непосредственно и его нанимателем. То ли это были трудовые отношения, то ли это гражданско-правового характера. И давайте разберем тогда, какие есть отличия. Мы уже как-то говорили в предыдущих передачах об этом. Но давайте все-таки попробуем здесь сейчас разобрать, в чем отличие на этом ярком примере трудовых правоотношений от гражданско-правовых. Какие последствия и прежде всего какие последствия для самого гражданина, для того, кто работает вот так вот, как это произошло с нашим героем. Ну, мы понимаем, что в ситуации, если данный потерпевший, рабочий находился в штате организации, которая осуществляла данный вид деятельности, данные работы, соответственно, он имеет в полном объеме, соответственно, трудовым кодексом на компенсацию вреда, полученного здоровью, соответственно, если работодателям не исполнены обязанности определенные, предусмотренные. Это инструктаж, обеспечение, значит, с рисами, рабочей одеждой, инвентарем, проведение всех инструктажей, значит, страховка, да, то есть страхование работника, техническая страховка, да, организация, проведение, там, обучение. Вот. Поэтому здесь, как бы, вот такой вопрос возникает. Если в штате находился, все это должно распространяться на данного работника. И в случае сейчас выявления всех этих нарушений, за все будет нести ответственность работодатель. В случае, если у нас граждан с правового характера, то вся ответственность лежала на гражданине. Мы не называем уже работник, это был просто гражданин, который исполнял обязанности по, значит, очистке кровли. Насколько мы знаем из ситуации, то контракт по данной очистке, да, и работы выполняла юридическое лицо, организация. Что такое очистка кровли? Все, что выше двух метров, да, у нас уже высотные работы. Соответственно, требования по охране труда, по безопасности, да, то есть они должны быть прописаны в любом случае, либо в трудовом договоре, либо в договоре гражданского характера. На ком вся ответственность? Мое мнение, и я думаю, что оно основано все-таки на нормативной базе, это работодатель, это юридическое лицо. Именно оно несет ответственность за технику безопасности, за охрану труда и за безопасность при производстве работы. Мы понимаем, что помимо безопасности работника, должна быть обеспечена безопасность чья? Граждан, которые находятся внизу, их имущество. Ну, это как естественно. Да, да, да. Поэтому в данном случае, я думаю, что юридическое лицо будет пытаться снять с себя ответственность, будет пытаться уйти от ответственности, но с учетом вот именно вот этого широкого спектра требований по безопасности, по охране труда, по обеспечению безопасности иных лиц, и с учетом того, что все-таки это высотные работы, да, то здесь вся ответственность, она лежит на, я повторяю, на юридическом лице. Ну, в данном случае у нас есть руководитель, как всегда, да, который должен за это все отвечать. Есть журнал производства данных работ, есть журнал выдачи инвентаря, производство инструктажей по технике безопасности. И вот все эти требования сейчас должны быть проверены. И я думаю, что вот сейчас именно как раз вот главное не упустить, как мы с вами всегда говорим, не упустить время и собрать в полном объеме все эти материалы, все доказательства, чтобы в дальнейшем дать оценку. Потому что мы понимаем, что сейчас работник может остаться ни с чем. Потому что он находится в беспомощном состоянии, он не может себя защищать, он не может собирать документы, он не может сейчас ни подписать, ни расписаться, а отсутствие законного представителя, юридически грамотного, подкованного, как раз дает шанс работнику именно обставить, я повторю себя, документами и обезопасить себя от дальнейших каких-то проблем с законом. Работодателю. Да, работодателю, да. И обставиться, значит, от дальнейших проблем с законом. Поэтому я думаю, что в настоящий момент все-таки правоохранительные органы, инспекция по труду, прокуратура, соберет достаточно материал для того, чтобы дать оценку действий работодателя, дать оценку действиям юридического лица, выполнявшего эти работы, ну и, соответственно, восстановить в правах нашего работника, который вот упал, который, значит, в настоящий момент находится в тяжелом состоянии. А я напомню нашим телезрителям, что тема программы – это как защитить свои трудовые права и свое право на жизнь, здоровье, в том числе при работе у какого-то конкретного работодателя. И связано это с тем случаем, который свидетельствует о том, что все-таки бывает очень непросто, чтобы справедливость восторжествовала в том случае, если даже ты работаешь на какое-то юридическое лицо. У человека серьезные телесные повреждения сейчас, у этого работника, работника, не работника, ну, то есть у этого человека, который чистил кровлю, очень серьезные повреждения. Позвоночник поврежден, внутренние органы и так далее. То есть будет он инвалидом, не будет он инвалидом, никто сказать сейчас, конечно, не может, потому что прошло еще не так много времени. Но как должен был поступить он или как должны поступать другие наши телезрители, чтобы все-таки ответственность изначально ложилась на работодателя, в том случае, если это трудовые правоотношения. Как, что нужно и как требовать от работодателя этим гражданам, тем, кто куда-то устраивается на работу, и тем более на выполнение таких вот серьезных, действительно, вы правильно говорите, это высотные работы, связанные с риском изначально уже. Никто не будет заспаривать то, что все работы, проводящиеся на высоте, они изначально опасны. Что должен сделать работник, когда он пришел в юридическое лицо, ну, или к индивидуальным предпринимателям, не важно, к работодателю, который говорит, слушай, мне надо, чтобы ты выполнил работы, например, по очистке кровли. Я, как работник, что я должен потребовать от работодателя? Ну, первое, потребовать это трудовой договор. Трудовой договор? Трудовой договор, должностную инструкцию, инструкцию по технике безопасности, обеспечить вас средствами защиты, рабочей одеждой, пройти обучение. Надо не забывать, что данная категория работников, они проходят обучение в том числе. То есть это не просто так, что кто-то с улицы пришел и полез сюда на кровлю для того, чтобы чистить снег, ну, или проводить какие-то другие работы. Нет, нет. То есть есть определенные требования к самим работникам. Конечно. И каждый должен понимать, я для наших, что я как телезрители, пытаюсь донести вот эту информацию о том, что ты идешь и ты сам рискуешь. И если ты хочешь, чтобы потом, когда, не дай бог, случается такая ситуация, когда причинен вред здоровью, серьезный вред здоровью, когда уже невозможно работать дальше, получена инвалидность или какое-то серьезное заболевание, хотя бы получать какое-то возмещение, материальное я имею в виду возмещение, потому что у многих такого рода работников и семьи, и дети, и... И кредиты, и ипотеки. И кредиты, и ипотеки. То есть и спасти в этой ситуации может в том числе заключение трудового договора, в котором будут прописаны права и обязанности сторон. Работодатель, работник. Что работодатель обязан обеспечить, это в силу трудового кодекса, работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда для работника. Ну и работник должен соответствовать определенным условиям для того, чтобы выполнять отдельного вида работы. Медицинская комиссия. Опять же, мы возвращаемся к медицинской комиссии. Кстати, медицинская комиссия, не так давно мы с вами говорили о том, что справки фальсифицируют медицинские, а вот, пожалуйста, работник, который может оказаться на высотных работах, при этом страдает заболеванием каким-либо, который изначально предполагает невозможность выполнения этих работ, и он может упасть и от этого. Но здесь другая ситуация, здесь сейчас спор развивается вокруг момента, являлся ли он работником или не являлся работником. Мы определились, что пришел, потребовал, надо потребовать заключение трудового договора. Если юридическое лицо, работодатель, представитель работодателя отказывается в заключении трудового договора и говорит, иди работай там без всего, я тебе не дам ни трудовой договор, не дам тебе приказ о назначении на должность, никакие инструктажи, конечно же, проводить не буду. Что должен сделать в этом случае гражданин, который обратился за заключением? Стоит ли ему вообще начинать работать вот на таких условиях непонятных? То есть, когда тебе сказали, иди выполняй, и ты видишь, что выполняешь. Как вы считаете? Я считаю, что не надо все-таки приступать к работе такой. Во-первых, рискуйте своей жизнью, вы рискуете жизнью, здоровьем в окружающих. То есть, мы понимаем, что у нас всю ответственность на себя берет гражданин, который приступил к этой работе, скидывая сверху лед, снег, какие-то конструкции. Он всю ответственность берет на себя. Если кто-то внизу не обеспечивал безопасность, не сделал ограждение, не выставили наблюдателей, не произвели еще какие-то мероприятия по безопасности, то всю ответственность, не дай бог, что пострадает кто-то внизу, все. Опять же, это частное лицо, которое забралось на крышу и хулиганило у нас, а не производило работы. У нас откажется работодатель, откажется юридическое лицо от всего. Не знаем, не видели, не слышали. И наступит тут уже уголовная ответственность. Может, наступит уголовная ответственность в отношении самого вот этого человека, который будет выполнять эти работы. Конечно, потому что такие работы, они производятся. Дается заявка службы 051, дается уведомление гражданам, выставляются таблички, вешаются объявления. То есть, ну, там целый ряд комплекс мероприятий, которые должны быть выполнены при производстве данных работ, в том числе обеспечении безопасности пешеходов и граждан, и иных лиц, и их имущества. Ну, хорошо. Согласен, что все-таки приступать к такой работе без заключения трудового договора, это очень опасно. Но, к сожалению, у нас в России многие надеются на авось, русский авось. Авось, ничего не произойдет, авось пронесет, и ничего не случится. Но начал работать конкретный гражданин. А потом все-таки до него доходит в определенный момент информация, например, о том, что это незаконно. Или он попадает в какую-то ситуацию, вот как наш герой. Когда уже необходимо говорить либо о защите своих прав, либо, может быть, о защите прав посторонних людей, которым был причинен вред его действиям. Как он должен выходить из этой сложной проблемы? Что он должен сделать? Какая последовательность действий для того, чтобы подтвердить? Ну, бывает же как, и часто бывает, что фактически работает, выполняет обязанности, соблюдает время труда, отдыха, режим и так далее. Ну, не заключается трудовой договор. Но отношения фактически трудовые. Как должен, что должен сделать работник? Ну, в данном случае, как один из вариантов. Какая последовательность? Да, вот давайте, может быть, даже конкретику какую-то. Ну, исходя из названия нашей передачи. Да, можно прям конкретно говорить, мне кажется, что необходимо сделать. По плану. Первый пункт. Собрать доказательства. Того, что работодатель вас допустил к работе. Каким образом это можно сделать? Инструктажи, журналы инструктажей. Снять копии, сфотографировать, запись, аудиозапись произвести на диктофон. Разговоры с инженером по охране труда, с инженером, с мастером, с руководителем. С любыми должностными лицами. Собрать информацию, куда подаваются заявки, в какие службы, 0,51. В городскую администрацию, управление городского хозяйства. С каким, кто заказчик данных работ является. Собрать эту информацию и обратиться в суд за защитой своих прав. Признать отношения трудовыми. Это первый вариант. То есть, это вот в рамках закона представить доказательства, обратиться с иском и привлечь трудовую инспекцию. Даже вполне возможно, в некоторой ситуации придется привлекать и представителей прокуратуры. Я думаю, что все-таки до увольнения не дойдет. Но в том случае, если работников уволить захотят на данной почве, либо с ним расстаться. Я считаю, что в принципе не оформление трудовых отношений, это как раз, наверное, и ситуация с увольнением. То есть, здесь уже должна и прокуратура вмешаться. Я думаю, что профессиональных навыков прокурора и трудовая инспекция будет достаточно для того, чтобы этот иск в суде устоял и был удовлетворен. Если работник, ну, мы понимаем, все мы люди, да, и не хочет обращаться с иском в суд, значит, можно принять какие-то иные меры, да. То есть, у нас есть... Зафиксировать-то все равно? Да. Зафиксировать следы и, например, по крайней мере, обратиться в надзорные органы о том, что такие работы проводятся. А правильно ли они проводятся? Да, то есть, всегда мы можем объясниться за разъяснением в трудовых субъектах. А должны ли мне выдать рабочую одежду? А должна ли быть веревка вот толщиной один сантиметр или два? А кто бы мне это все разъяснил? То есть, и, может быть, правильно ли ведет мой работодатель журнал? То есть, вот именно обратиться за разъяснениями прокурору в трудовую инспекцию и при даче объяснений, вот как раз и поинтересоваться о вашем статусе. Следующий, кого вызовут давать объяснение, будет как раз ваш работодатель, руководитель организации. Я думаю, что ему придется уже определить и ваш статус, и какие меры он принимает, значит, в безопасности. Понятно. За это существует ответственность? Я имею в виду ответственность для работодателя в том случае, если причиняется вред или смерть работнику? Однозначно, однозначно, у нас есть ряд статей в уголовном кодексе. Кстати, в случае тяжкого вреда и смерти данной категории преступления отнесены как к средней тяжести, так и к тяжким. Надо понимать, что, не дай бог, наступают у нас такие последствия, работодатель может, значит, и получить реальное лишение свободы. Конечно, будет исследована совокупность доказательств, все обстоятельства будут исследоваться. Есть у нас ряд статей, под которые могут попасть, значит, действия работодателя. Либо его бездействие. В данном случае это будет, конечно, бездействие, наверное, больше. Это статья 143 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы за вот такие действия или бездействия, когда в результате неправильной работы службы охраны труда в организации причиняется вред жизни, здоровью какого-то конкретного работника. Но есть еще и административная ответственность, она достаточно серьезная. Штрафы возможны как на юридическое лицо, так и на должностное лицо. Но мы также говорим еще и о том, что к ответственности могут быть привлечены работодатели, которые отказываются от заключения трудового договора, потому что Трудовой кодекс все-таки предусматривает обязательно составление трудового договора в двух экземплярах в письменной форме. Не позднее, чем в течение трех дней с момента допуска к работе. Но это Трудовой кодекс. Валерий, спасибо вам большое за разъяснение для наших телезрителей, и для многих наших телезрителей эта информация очень полезна. К сожалению, так называемый серый рынок труда, когда работники работают без заключения трудовых договоров, а по каким-то договорам гражданского правового характера, либо вообще без каких-либо договоров, она продолжает развиваться. Никак мы не можем справиться, я имею в виду органы власти, и общество не может справиться с этой проблемой, донести до каждого работника, что все-таки надо пытаться легализовать свою деятельность и легализовать ее с точки зрения именно Трудового кодекса и получить те гарантии, которые предусматривает закон именно для работников. Как только уровень правосознания станет больше, как только больше людей станет работать именно по Трудовому кодексу, тогда у работодателя уже не останется возможности отказывать заключение этого трудового договора. Итак, уважаемые телезрители, все зависит от вас. Как вы себя поставите, так и будет. Если вы будете требовать заключения Трудового договора, то вы будете жить в рамках закона, а если нет, то вы за эти рамки выйдете, никто вас уже не сможет защитить или это будет сделать очень сложно. Итак, до встречи в нашей программе в следующий вторник.